Третьему ордену в России быть! Во славу и могущество Отечества нашего! И будет сей орден назван в честь небесного покровителя Санкт-Петербурга, святого князя Александра Невского. Лента красная через левое плечо. Крест красный, имеющий в промежутках двуглавых орлов, а в средине изображение святого Александра Невского на коне, на другой стороне в белом поле его вензель с княжеской короною. Звезда серебряная, в средине которой в серебряном поле вензловое имя святого Александра Невского под княжеской короною. В окружении на красном поле золотыми буквами девиз «За труды и Отечество». Класс ордена российского, именуемый святого Александра Невского, следуя в общем порядке за святой Екатериной, должен почитаться для особ мужеского пола вторым. По специальному предписанию Синода 1724 года образ святого Александра Невского разрешить изображать не в монашеском, а в княжеском одеянии, в отличие от других преподобных монахов. У меня в семье никогда не было военных. Эту профессию я выбрал потому, что мне нравится море, нравится военное дело. И больше всего я хотел быть моряком. С самого детства я мечтал о военно-морской профессии и решил защищать родину. Пальмский Георгий Леонардович. 11 марта 1945 года приказом командующего артиллерией 1-го Белорусского фронта за номером 0167-Н награжден орденом Александра Невского. Родился 10 апреля 1919 года в Петрограде. Георгий Леонардович Пальмский встретил Великую Отечественную войну в первых формирующейся в Красной армии гвардейских минометных частях легендарных «Катюш». В октябре 1943 года назначен командиром 415-го отдельного гвардейского минометного дивизиона. Участвовал в операциях по освобождению Краснодара, Новороссийска, Тамани и Советского Заполярья. В 1944 году на 1-м Белорусском фронте дивизион под командованием Георгия Леонардовича участвовал в Висло-Одерской операции. За все время операции потерь в личном составе и боевой техники не было. 26 апреля 1945 года в бою в районе города Зейбург, находясь на командонаблюдательном пункте, Пальмский был тяжело ранен в голову. Однако, несмотря на это, находясь в сознании, успел скорректировать огонь дивизиона, чем была сорвана контратака противника. Высшими наградами Родина оценила ратный путь от Ленинграда до Берлина Георгия Леонардовича Пальмского. В этом году мы отмечаем великую дату 65 лет нашей победы в Великой Отечественной войне. В 1945 году, в апреле месяце, началась самая значительная операция в ходе Великой Отечественной войны – Берлинская операция. Я был в составе войск 1-го Белорусского фронта, которым командовал маршал Советского Союза Жуков. Командовал отдельным гвардейским минометным дивизионом наших легендарных «Катюш». Мы наступали на Берлин. Дивизион стоял на огневых позициях. В это время привели группу немцев, пленных. С ними разбираться было некогда. Мы показали им район, где им рассредоточиться. Они там расселись все на земле. Это было метров 50-100 от наших огневых позиций. И в это время я получил задачу произвести залп. Залп дивизиона был 192 снаряда. Эти фашисты, которые находились уже в пленном состоянии, они все как обезумели от ужаса, от страха. Они стали кататься по земле, кричать. Гитлер капут. Было такое впечатление, что они все сошли с ума. 26 апреля завершено окружение Берлина. И группа немецких фашистских захватчиков, пытаясь прорваться из окружения, пошла в психическую атаку. То есть такая же атака, как в кино, в картине Чапаев. Довольно, так сказать, уже видно, приняв горячительные напитки, немцы шли с автоматами, с пулеметами. Я находился на наблюдательном пункте. И в этот момент меня тяжело ранило. Ранило в голову. Пуля вошла в правое ухо и вышла в левое ухо. Когда меня привезли в госпиталь, там-то говорят, для чего вы привезли? Человека уже нет. Он на том свете. Молодой организм все-таки сумел это все побороть. После этого я прослужил еще 25 лет в войсках Ленинградского военного округа. И только в 1971 году ушел с военной службы в отставку по состоянию здоровья. Ветеранам хочу пожелать большого здоровья, это самое главное, чтобы они еще очень-очень долго жили и собирались, и рассказывали нам свои подвиги геройские, и учили нас военному делу. Мы помним тебя, Победа. Мы каждый год встречаем эту дату и к вечному огню несем цветы. Мы помним подвиг нашего солдата, ведь без Победы не был я и ты. Героем он родился в 41-м, бессмертным он вошел в 20-й век и родине. Остался сыном верным, защитник наш, советский человек. Он защитил, он победил и выжил, хотя не все пришли с полей войны. Солдат последний залп весной услышал Победный залп ликующей страны. Родились все в тот день Победный Мая, для нас главнее в жизни даты нет. Как мазь, Победа вечном молодая, ее встречать мы будем сотни лет. Мы защитим, всегда тебя, Победа, и все, что людям мира ты дала, чтоб за войной не шла Победа следом, а сразу победить ее смогу. Дорогие товарищи ветераны, дорогие мои земляки, я очень рад, что сегодня в этом зале Дома офицеров Ленинградского военного округа мы начинаем широкие всенародные торжества, посвященные великой победе советского народа и великой отечественной войне. Спасибо вам за ваш радный подвиг, спасибо за ваш трудовой подвиг, спасибо за то, что вы с честью выполняли и выполняете свой воинский гражданский долг. Хочу пожелать вам здоровья, здоровья, еще раз здоровья, и всего-всего самого доброго. День Победы День Победы Мы выскочили и победили. Честь для нас была превыше всего. Свобода и зависимость нашей Родины досталась нам дорого. И мы были в строю, и остаемся в строю. Что касается профессии, я думаю, каждый из здесь присутствующих решили именно выбрать этот путь, потому что нужно кому-то продолжать дело наших дедов, отцов, братьев даже. И просто если не будет таких людей, те, которые готовы будут на это пойти, то все это пропадет и забудется. А поскольку есть еще такие люди, то все это будет как бы жить и продолжать свое существование. Феофанов Борис Капитонович. 7 сентября 1944 года по приказам командующего артиллерией 3-й гвардейской армии за номером 33-Н за умилое руководство артиллерийской батареи в период проведения войсками 1-го украинского фронта Львовско-Сандомирской наступательной операции награжден орденом Александра Невского. Родился 28 февраля 1923 года в Петрограде. 6 февраля 1942 года в звании лейтенанта был назначен командиром группы выпускников Одесского артиллерийского училища ИУ был на фронт. С 14 декабря 1942 года и до конца войны командир батареи 602-го пушечного артиллерийского полка. В марте 1943 года командовал батареей в боях на Курской дуге. После успешного завершения Белгородско-Харьковской наступательной операции с войсками 40-й армии участвовал в битве за Днепр. Был ранен в голову. Категорически отказался от отправки в Мецамбат и уже через месяц прибыл на огневую позицию своей батареи. В 1944 году после месяца нахождения в тылу противника вывел из окружения личный состав батареи. В ночь на 9 мая 1945 года в составе 3-й гвардейской армии участвовал в освобождении Праги. Воинская служба Бориса Капитоновича Феофанова пример потомству для подражания. В феврале 1942 года закончив училище были направлены 15 человек под моим командованием на Юго-Западный фронт. Прибыли в 40-й пушечный артиллерийский полк резерва главного командования. Занимал должности первые 3 месяца командира взвода ПВО, который должен был защищать штаб полка от воздушного нападения противника. 28 июня на Юго-Западном направлении немцы, сосредоточив огромные силы, превосходящие наши войска, начали наступление. Полк, вооруженный 107-миллиметровыми пушками, отражал многочисленные атаки немцев, но потерял все вооружение и половину личного состава. Остальные вызывшие раненые солдаты и офицеры с боем прорвались через реку Оскол. По временной переправе я переправил свой взвод на двух автомобилях под огнем немецких танков, стрелявших в упор по переправе. 26 сентября получил сквозное пулевое ранение в голову в упор и до конца светлого дня провалялся в окопе, а затем на лодке был переправлен на западный берег Днепра. Попутно раненых переправляли на плоту рядом с лодкой, но в этот плот попала мина и все раненые, которые были на этом плоту погибли. Переправившись на западный берег, я категорически отказался от госпитализации и меня оперировал и лечил полковой врач. Вылечил он меня накануне боев за Киев. Ветеранам хотелось бы пожелать долголетия, потому что их осталось очень мало уже, мы это чувствуем, потому что с каждым годом все меньше и меньше видны людей 9 мая, которые ходят и радуются Дню Победы. И пожелать им здоровья и побольше пожить, чтобы они нас еще радовали своим присутствием. Спасибо всем, кто одержал победу, фашистам в 45-м победил, Спасибо вам, отцы и наши деды, кто больше жизни Родину любил. И слава Богу, что вы рядом с нами, горят отвагой ваши ордена, вы бились насмерть с грозными врагами, победу вашу помнит вся страна. Свободу вы отчизни защитили, и землю наших предков сберегли, врага в боях неравных вы разбили, Домой с Победы все прийти смогли. Желаем вам мы крепкого здоровья и День Победы много лет встречать, с надеждой, верой и большой любовью свой самый главный праздник отмечать. А если снова трудный час настанет, мы полководцев вспомним имена, под их знамена сразу воин встанет и будет сильной наша вся страна. Ведь слава Богу, что вы рядом с нами, горят отвагой ваши имена, вы бились насмерть с грозными врагами, победу вашу помнит вся страна. Я с самого детства как бы на примере своих родственников, дядь старший, решил вот так вот крепко встать на такой нелегкий путь. Ну, как видите, у меня пока это получается. Надеюсь продолжить его. Мужиков Анатолий Николаевич. 20 августа 1944 года приказом командующего артиллерии 69-й армии за номером 047-Н за организацию эффективной разведки огневых средств противника и проявленной при этом мужество и отвагу награжден орденом Александра Невского. Родился 12 февраля 1920 года в городе Кунгур Пермской области. В июле 1941 года добровольно ушел в народное ополчение, где и получил первое боевое крещение. С августа 1941 года воевал на Ленинградском, затем на Болховском, Центральном и Первом Белорусском фронтат. В бою 29 июля 1944 года в районе населенного пункта Бжеце вместе с разведкой стрелкового полка первым форсировал реку Висла. Обнаружив минометную батарею три пулеметных точки и скопление пехоты противника, своевременно передал на командный путь полка их координаты. В результате противник был рассеян, что позволило нашим войскам удержаться на западном берегу Вислы. Анатолий Николаевич в полной мере проявил командирские качества, твердость и уверенность, смелость и решительность в исполнении приказов старших командиров. Вся жизнь Анатолия Николаевича Мужикова является ярчайшим примером служения Отечеству. Началась война. Я пошел добровольцем в народное ополчение Ленинграда, где я воевал. Мое первое крещение было стрельное, где мы отстаивали нашу землю, чтобы немец не прорвался к заливу. После этого поступило в училище, меня послали в училище пьедицинского миномета, которое закончил я в 1943 году и после окончания сразу попал на Центральный фронт Курско-Орловское сражение. После сражения, Курско-Орловское сражение, наша часть продолжала следовать с сражениями, сражениями по освобождению Белоруссии, Польши, Германии и взятию Берлина. Одним из эпизодов, который мне запомнился, это при форсировании реки Западный Буг. Когда наши части подошли, то там уже за Западным Бугом находился батальон стрелковой дивизии, который целые сутки отражал атаки, сдерживая натиск фашистов, удерживая небольшой плацдарм. Но они потеряли связь, и командование не знало обстановки батальона. Он бросал в бой последние резервы. И вот подвернулся такой случай, когда меня командование послало с двумя разведчиками с радиостанции на тот берег Буга. Полз я 300 метров по полю, то в лощинку, то за куст, то так ползли мы до берега. Наш обстреливал противник, он видел нас, и одна из мин разорвалась рядом со мной. Я ползу, чувствую, что у меня под рубашкой ржет грудь. Я достаю из гомоностерки горячий осколок. Он прополз мне по спине, исполз на живот, и таким у него ржет. Не обращая внимания, мы продолжали выполнять эту задачу. У меня связался по рации с нашим командованием, запросил артиллерийского огня и корректировал этот огонь. Мы удержали этот плацдарм до подхода наших основных сил. Таким путем я прошел всю войну, закончил ее в Берлине, в боях в центральных районах Берлина. Был командир взвода разведки бригады. За что получил ордер Красного Знамени. Что бы я хотел пожелать нашим ветеранам, так это сказать им спасибо, что они нам подарили жизнь, и пожелать им, чтобы в будущем они прожили еще много и много лет, и сохранилась та память о истории, живые свидетельства о тех страшных днях. Я хочу передать нашим молодым поколениям, чтобы они были здоровы, а для этого нужно поддерживать здоровый образ жизни, который каждый должен себя быть защитником нашей Родины. Мне кажется, что должна всегда армия быть, потому что мы на такой позиции находимся, что нам нужно всегда быть богатой ресурсами, и нашим противникам нужны они. И то, что все, которые армия должна быть всегда сильной. Ну, и то, что все должны идти, служить и отдать честь Родине. Яркович Александр Васильевич 24 мая 1945 года приказом командующего артиллерией 69-й армии за номером 021-Н за умелое руководство минометными подразделениями, эффективный огонь по противнику и личное мужество и отвагу награжден орденом Александра Невского. Родился 23 февраля 1921 года. Детство провел в городе Томске в детском доме Камуни. В 1942 году после окончания Томского артиллерийского училища его оставили преподавать в школе сержантов. Но настойчивую просьбу и упорство привели к желаемому результату. Его назначили командиров огневого взвода батарей 120-мм минометов. Воевал на северо-западном 2-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах. Форсировал ударь, освобождал Польшу, участвовал в штурме Берлина. Закончил войну в Берлине командиром полку 370-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. Один из моментов, что я могу здесь сейчас сказать, это в июле месяце 43-го года я был ранен в левую ногу. Но нам всегда рассказывали о том, что как наши солдаты, бывшие ранены, продолжавшие бой. Это у меня осталось в памяти. И когда я был ранен в левую ногу, я сразу даже не почувствовал ногам вот моя эта левая, значит, очень долго заживала в последующих боях от Старной Руссы и до самого Берлина. Я, как самый счастливый человек Яна Сеоргеновича живой, принимаю самое активное участие в жизни нашей великой родины России, Российской Федерации. Я сейчас являюсь заместителем питательного клуба кавалера Ордена Останевского. Мы проводим самую активную работу среди молодежи воинской части. Мы, ветераны Великой Отечественной войны, кавалеры Ордена Александра Невского, обращаемся к вам, наши дети, внуки и правнуки России. Мудрость веков хранится в нашей истории. История это могучая, вечно живая сила, создающая гражданина. Помните об этом. Дорогие наследники, мы верим, что вы вырастите патриотами своего Отечества и позволяете никому искажать историю Великой Отечественной войны. Мы, члены клуба кавалеров Ордена Александра Невского, передаем вам эстафету участия в строительстве и укреплении нашего государства, нашей Великой России. Дорогие юноши и девушки, овладевайте знаниями, чтобы стать специалистами, нужными России. Надеемся, что вы воспитаете в себе верность идеалам любви к Родине, принципиальность при решении важных жизненных вопросов. Сохраните память о подвигах и заслугах своих предков. Берегите семейные реликвии Великой Отечественной войны. Это честь и гордость вашего рода. Через реки, горы и долины, сквозь пургу огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам, фронтовым это путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, был, друзья, не легок и не скот, шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баран не бросал шофер, путь дорожка, фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с них дамет, мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъезженных дорогах. Путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела.